У нас избирательная кампания в основном прошла ровно, открыто, гласно и доступно для всех граждан Российской Федерации. Так прокомментировал прошедшие выборы председатель облзбиркома Юрий Алтухов. На пресс-конференции он отметил, большие выборы прошли без нарушений и сбоев. Правда, пока облзбирком готов огласить предварительные итоги, абсолютным лидером этой кампании стала Единая Россия на выборах и в Госдуму, и в Облсовет. На втором месте КПРФ, на третьем ЛДПР. Четверку лидеров замыкает Справедливая Россия. Что касается остальных политических партий, ни одна из них не преодолела 5-процентный барьер. Была очень большая у нас палитра политических партий. Как никогда в бюллетене для тайного голосования было у нас 9 политических партий. Всего изъявляли желание у нас 11 политических партий. Выборы 2016 стали самыми масштабными в истории страны. Избиратели получали по 4 бюллетеня. Особое внимание уделяли избирателям с открепительными удостоверениями. В Липецкой области их было 12,5 тысяч. Участковые избирательные комиссии смогли без всяких нарушений законодательства организоваться так, что выдать по 4 бюллетеня каждому нашему избирателю. Кроме того, работая еще и с открепительными удостоверениями. Это достаточно серьезная нагрузка. И наши участковые избирательные комиссии с честью ее вынесли. Впервые за ходом голосования следило рекордное количество наблюдателей. Только от политических партий их было свыше 2300 человек. За выборами в Липецкой области впервые наблюдали 6 представителей ОБСЕ, крупнейшей в мире организации по безопасности. Их рабочий день длился с 5-6 часов вчерашнего утра до 6 часов сегодняшнего утра. У них были специальные формы со множеством вопросов, которые касались открытия избирательного участка, голосования, закрытия. Они получали ответы на эти вопросы, делились с нами полностью этой информацией. Вообще новинок на этих выборах было немало. На трех участках Липецка опробовали аппаратуру для считывания специального кода с протоколов. Это упростило работу комиссии по передаче данных. В 9 утра уже передали в ЦИК 98% протоколов. Серьезных нарушений в ходе выборов областная избирательная комиссия не выявила. Татьяна Федорова, Роман Авраменко, Липецкое время.